приветствую всех на своем канале в этом видео я буду показывать как я рисую бабочку в 3d и подробно вам рассказывать и что мне для этого понадобится естественно цветные карандаши и простой карандаш для того чтобы нарисовать саму бабочку контур ее и тени которые будут идти от бабочки для лучшего эффекта бабочку нужно нарисовать так чтобы она была в полуобороте то есть где два крыла видно нам хорошо а те которые ближе к нам они как приподняты и тогда получится хороший эффект бабочки в 3d какие цветные карандаши я буду использовать а именно цвета бабочка у меня больше будет таких зеленых тонах я взяла несколько светлых желтый взяла и один голубой возможно он мне тоже понадобится естественно черные карандаши сам формат бумаги листа небольшой бабочка примерно 10 сантиметров и сейчас я могу уже приступать ее разукрашивать я начну сначала светлых тонов и уже перейду более к темным тонам и так вы наблюдайте смотрите а я вам буду в процессе рассказывать вот я нанесла сначала светло яркий желтый цвет и я карандаш держала так под под углом то есть не напрямую вот так вот а под углом и наносила вот такие вот штрихи для растушевки я буду использовать ватные палочки можно использовать бумагу но я вот использую ватные палочки чтобы лучше растушевать карандаш теперь я беру карандаш цвета между голубым и зеленым у меня это номер 539 в этих карандашах и слегонца наношу то есть я на карандаш сильно не нажимаю так как чем сильнее вы нажимаете на карандаш чем тем явнее штрихи то есть полоски сами которые наносят карандаш естественно где нужно усилить свет я на карандаш нас нажимаю сильнее вы можете свою бабочку разукрашивать любым любыми другими цветами теперь я беру карандаш и уже такого светло-синего цвета и хочу ним пройтись по краям крыльев для интенсивности света я еще раз пройдусь уже более темнее карандашом по крылышкам нашей бабочки и буду штрихи делать от края к центру тела буду штрихи делать от края к центру тела теперь я беру черный карандаш и заканчиваю завершаю наши крылья красавчик и красавчик и красавчик и с красавчик штрихи штрихи и и Делаем это все небольшими штрихами. Смотрите, чтобы вот эта окантовочка по краям, да, черная линия, не была одинаковая везде. Ее нужно где-то увеличить, тогда крыло будет смотреться натуральнее. И на этом крыле такое черное пятнышко будет больше, чем на этом, так как это крыло нам видно в развернутом виде полностью. Теперь мы закрасим тело самой бабочки тоже штрихами небольшими. Маленькие делаем штришочки. Бабочка у нас практически готова, теперь мы будем делать тень от бабочки. Простым карандашом я намечаю, как у нас будет лежать тень от бабочки. Теперь простым карандашом я небольшими штрихами Сильно не давлю на карандаш, наношу тень. Возле тела бабочки тень будет сильнее и темнее. Растушевываю я ватой, ватной палочкой. Для большой площади, чтобы создать тень, можно взять ватный диск. И себе вот так вот на палец намотать. Чем дальше тень от тела бабочки, тем она светлее. Теперь еще раз пройдемся. Субтитры создавал DimaTorzok Там, где мы вышли за грани тени, мы можем подправить это резинкой, чтобы выделить тень. Если у вас тень получается практически везде одинаковая, вы ее затемните возле тела бабочки. А тут по краям растушуйте тряпочкой или ватным диском. Что я и сделаю сейчас. Бабочка у нас уже готова. Я немного подправила черным карандашом крылышки. Сделала сюда такие зубчики. По желанию можно бабочки нарисовать на крылышках прожилки, но я решила этого не делать. Я просто сделала черным карандашом еще прожилочки вот такие небольшие. Для лучшего эффекта. И теперь для того, чтобы усилить эффект 3D, я сейчас делаю одну вещь. Я беру линейку и провожу примерно вот так вот линию. И ножницами отрежу вот этот кусок. Особенно нужно быть аккуратненьким, где у нас крылышко. Отрезать по контуру крыла. И вот смотрите, что у меня в итоге получилось. Я думаю, что это просто здорово. Вообще. Она как живая. Класс. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Так что пробуйте и делитесь в комментариях, как получилось у вас. Добились ли вы эффекта 3D? На этом все. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok